Глава семнадцатой книги Пророка Иеремии Грех Иуды написан железным резцом. Алмазным острием начертанно скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так, говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет добрая, и поселится в местах знойных в степи на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою, он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все, оставляющие Тебя, посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя». Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом Твоим. Не будь страшен для меня, Ты, надежда моя, в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен, пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, вслушайте слово Господне, цари иудейские, и вся иудея и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь. Берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим. Которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковынными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушайте меня в том, чтобы святить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.